Привет, народ! Приветствую, мальчики и девочки! С вами Гоффира Абрамовна. Не поднимай его, не поднимай. Я его так вот сниму. Ну и за кадром у нас Михалыч. Severin Taste of Full Technology. Это то, что нам прислали из Германии, ребята. Канал у Надюхи на кухне. Мечта... Девчонки, мальчишки, мечты сбываются. Газпром. Я такой штуки в России не видел. Да, я вообще здесь впервые вижу. И начинать экспериментировать. Так начинать же сразу. Затягивать долгий яшик-то все это. Что я сделала? У меня я не знала, правда, честно, что у меня там будет в посылке. Я думала, что запеку бекончик английский. Посмотрите сюда, Геннадий Михайлович. Бекончик английский. Хотел в духовочке запечь. Но коль грыль пришел, то надо и в грылье делать. А если английский, надо было его резать по-английски. Он резан по-английски. Извиняюсь, хотите попробовать? Нет, он резан, они режут так. Да, посмотрите, вот. А, он свернут тебе. Конечно, свернут это. И по рекомендации другой Надюхи сказала, что надо очень сильно все это разогреть. Посмотрите, как это сильно все разогрето уже. Решетка. Разогрета. У тебя нет щипцов? Шипцов у меня нет и не было. Да как ты можешь по всей длине бы ее разложила? А я почему? По высоте? Они у тебя свернутые. Почему, извините, что я вмешиваюсь? Как свернутые? Потому что у меня там внутри картошечка, картофан. Ага. Вот. Я ее просолила, его, конечно же, поперчила всяким травками, рапками. Там потом убавлять надо? Ничего не убавлять не надо. Надюха сказал, чтобы на разогретом было, чтобы очень хорошо было все разогрето. И дождаться, пока все пропечется, и потом переворачивать спокойно, не торопиться. Ага, все, понял. Тогда оно быстрее будет. Очень... Штука очень удобная. Потому что вы делаете это все в домашних условиях. Туда на днише наливается водиша. Извините, что так говорено, так именно так. Для чего водиша? В инструкции сказано, что... Скажи нормально. На днише, водиша. Ну, на поддон. Ну, на поддон, да, наливается вода. Вот такой у меня машин, видите. Ну, а что это такое днище, водище? На поддон наливается вода. Ну, вот, да. Ну, вот, да. Из алюминия. Довольно-таки прочного я все это промолвно люблю. По-моему, из нержавейки, а не из... Нет, там написано из алюминия. Алюминий. Нержавейка, вот и решетка. О, а запах уже пошел. Это у меня такие рулетики будут. Оригинальные. Чувствуете запах? Ох, ты, елки. Палки. Моталки. Замоталку. Ох. Ну, что, ждем полного запекания. Потом покажу как помидорки. Слушайте, шашлыком уже пахнет нереально просто. Включай вытяжку. Сейчас соседи пробегут. Да, потому что дым пошел. Это точно так должно быть? Точно так должно быть. Ну, что, я пока устанавливаю, да? Да, пока осталась. В тени туман, похож на обман. Ребята, эксперимент удается. Ну, еще не знаю. Мне кажется, сало так красно не надо было здесь делать. Сало думает, что не надо. А как же делают в беконе, сосиски? Сосиски, они не будут так гореть, как в сало. Перевернула я тут несколько раз. Ну, потому что вы видите, как горит все. Ну, ребята, это эксперимент. Ну, да, это, я думаю, первый блинком, я думаю, сало действительно здесь не делается. Потому что, ну, либо это делается, но не в домашних условиях. То, что тут, ну, задымление такое на... А прибор очень хорош на грамотные вещи, просто на нем мясо, я думаю, отлично. Там, внизу, шерпит, все сплошит. Так, раз. Вот, сейчас помидорчик, это будет. О, вот, овощи, да. Овощи, птицу. Рыба. Рыба, да. А сала нет. Сейчас. Салу вообще лучше есть соленым. Ну, хотел бы ты, как всегда, выкидываешься. А? Спасибо, что выкидываешься, как всегда. Ну, да, да. А ты узнала, можно вообще сало делать? Вот. Рыбоваться, что давай. Ну, что? Ну, горит, как все, сало, это не помидорки. Все это еще от сала. Это дым. Уключайся пока. Пока. 不會. Прох» Это дым. Пока. Поехали. Пока. Поехали. Продолжение следует...